Hey, how you doin', мои дорогие любители громких названий! Вы же не думаете, что мы сейчас серьезно будем разбирать презентацию Apple, правда? У нас с вами не скучный английский, и мы нашли максимально смешные вещи, всякие мемы, шутки, которые были вокруг презентации Apple 12 сентября. Вы там предзаказали уже себе новый iPhone? Просто мое состояние на момент презентации максимально круто описывает вот этот вот твит, типа, как стать миллионером за две недели, за два дня, как ограбить банк? В общем, сейчас посмотрим, что нам там показали, заодно разберем какие-то английские фразочки именно про презентацию, потому что Apple, ну, как бы умеет делать презентации. Короче, с вами Таня Старикова, я онлайн-школа английского языка Skyeng. Поехали! Опять цветку досталось прийти, дружочке. Конференция, как обычно, проходила в городе Купертино, где находится главная офис-компания. И сразу вам интересный факт. У всех же была такая ситуация, когда ты, типа, пишешь в айфоне там, не знаю, я дома, а Т9 заменяет на я в жопу, не знаю. Totally. Come on over and we can barbecue some baby black ribs. Totally. Come on over and we can barbecue some baby black kids. Так вот, в английском есть название этого эффекта The Cupertino Effect. И не потому, что, типа, это заговор Apple, а потому, что когда-то Microsoft Word читал единственным возможным написанием слова Cooperation, это вот через дефис. И если ты писал в одно слово, то он заменял на Cupertino. Вот и первый маленький лайфхак для презентации, это начинать с чего-нибудь отвлеченного, просто чтобы постепенно въехать в тему. Короче, презентация Apple была на английском языке, естественно, и самые счастливчики смотрели ее в оригинале, потому, что это, конечно, очень интересно именно вот онлайн смотреть. Если вы хотите смотреть такие события онлайн и сразу понимать, что там происходит, не ждать три дня до перевода, то я вам советую посерьезнее заняться английским. Это очень весело, и сейчас это уже практически не занимает времени, потому, что есть онлайн школа Skyeng, где ты занимаешься дома, никуда не надо ехать, не стоять ни в каких пробках, просто открываешь видеоплатформу, на которой проходят уроки в Skyeng. Короче, если ты еще не пробовал, то просто попробуй, посмотри, как это вообще происходит. Ссылка на первое бесплатное занятие всегда внизу в описании, а по промокоду Старикова будет еще два бесплатных занятия при первой оплате. Ну, а презентация Apple началась тоже немножечко отвлеченно, они показали мини-фильм, где и заодно и продукты показали, и пошутили над собой. Например, работник Apple под музыку из миссии невыполнимо бежит в театр Стива Джобса, чтобы доставить до начала презентации какой-то сверх важный кейс, а в конце оказывается, что в этом кейсе переключатель слайдер. Во время презентации Apple уже появились такие забавные фразочки, типа, например, даже если вы ненавидите медицину, то с Apple Watch вы захотите сделать электрокардиограмму, потому что теперь это возможно. Обратите внимание, что циферблат часов называется Watch Face, то есть, типа, лицо часов Watch Face. И еще они пошутили, что очень весело тестить новый iPhone, который waterproof не только с водой, но теперь еще и соком и с пивом. Причем в Твиттере есть уже шутки еще посмешнее. Например, Budweiser придумали новый термин beer-proof phone, типа, пиво непроницаемый, и написали, что молитвы всех, кто мечтал о таком телефоне, были наконец-то услышаны. Кстати, вот скажите честно, ну, то есть, напишите в комментариях, чем вы заливали свой телефон? Ну, по чесноку. От чего еще он должен быть непроницаемым? Ну, и вот еще шутки про кардиограмму и цены на Apple Watch, потому что, оказывается, шутки про продажу почек актуальны во всем мире. Еще один признак качественной презентации, это такая плавная связная речь. Очень скоро мы сделаем видео о том, как плавно говорить в обычном разговоре, какие вот такие словечки использовать для соединения предложений. Обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, если у вас еще не встает уведомление. А для публичных выступлений есть свои такие фразочки, которые как маркеры объясняют нам, что будет дальше, типа мы сейчас будем говорить на новую какую-то тему или подведем итог. Вот пример таких фраз из презентации. Давайте начнем вот с этого. Давайте поближе посмотрим, ну то есть поподробнее разберем это. Чтобы, когда перечисляете много чего, чтобы не повторять also, 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 можно использовать, например, in addition to, типа вдобавок, вдобавок, вдобавление. Есть курсы по русскому языку? Не скучный русский? Есть какой-нибудь, пожалуйста? Мне надо. Короче, in addition, типа, кроме того, additionally, та же фигня. И, например, next, далее, типа, следующим шагом. Все вот эти фразочки нужно взять в активный словарный запас и вот так именно связывать какие-то свои предложения, особенно, если это более-менее официальный доклад. Кроме того, любая презентация не может обойтись без пафосных прилагательных. Надо же очень красиво описать, что такого суперкрутого в айфоне, чтобы мы с вами спали в очереди на улице. Итак, вот такими прилагателями описывают новые айфоны. Говоря про мощность процессора, используется прилагательное типа, не имеющие себе равных. То есть, типа, matching – это когда у вас что-то совпадает, а это unmatched. Например, у него типа, суперспособности лидерские. Приложение описывают как next generation apps, то есть, типа, приложение следующего поколения. Причем, видите, это изначально прилагательное и существительное next generation, но когда между ними ставится дефис, это все вместе становится прилагательным. В презентации было несколько примеров похожих слов, и вообще их сейчас чаще и чаще использую. Например, cutting edge, то есть, типа, использующий передовейшие технологии, просто самый ультрасовременный. Cutting edge. Best in class – лучший в классе. И first of its kind, то есть, типа, первый в своем роде. Короче, главное не забывать вот там дефис, потому что иначе это будет просто набор слов, фраза, а так это все прилагательные. А вообще для большего эффекта ставьте любое прилагательное в превосходную степень и добавляйте ever. The best ever. The biggest ever. The most powerful ever. The most secure ever. Типа, лучше когда бы это ни было вообще. По поводу названия шутки в твиттере начались еще до презентации, потому что, блин, он называется excess. Во-первых, excess созвучен со словом excess, типа, избыток, лишнее что-то. И, конечно, куча шуток по поводу того, что это размерный ряд, типа, sml и дальше что нас ждет, но все-таки электрокардиограмма перебила новостной повод и все шутят в основном про это. И кто-то в комментариях еще написал то есть, типа, дополнительная такая фишка, что Сири будет плакать на похоронах. Короче, давайте повторим все, что разобрали, пока у нас все это в голове. The cupitina effect. Это вот, типа, эффект Т9 замены вот этого. Watch face. Циферблат... Часок! Откуда палец сейчас у меня тут взялся? Watch face. Циферблат часов. Waterproof. Водон непроницаемый. Beer proof, wine proof. Это, типа, пиво, винонепроницаемый. Ну, короче, proof. Добавляйте, а там уж чего вам надо. Unmatched. Уникальный, не имеющий вообще аналогов. Как я. Next generation. Типа, что-то следующего поколения. Очень современное. Cutting edge. Использующий передовые технологии. Best in class. Флагманский. Типа, лучший в своем классе. И, наконец, first of its kind. То есть, типа, первый в своем роде. Ну, и что мы все обо мне? Да обо мне. Давайте еще запомним фразы, которые нужны для презентации, для того, чтобы структурировать свою мысль. Let's get started with. Давайте начнем с чего? Let's take a closer look at something. Давайте поближе просмотрим что-то или побольше поговорим про что-то. Вместо also, also, also можно говорить additionally, in addition, next. И дальше там то, что вы хотите. Если у вас есть желание посмотреть презентацию полностью, то ссылку мы оставим в описании. И также видео на такое сжатое на 12 минут, типа, самый сок. Тоже оставим внизу. Ну, и самый интересный вопрос, который меня мучает, как человек, который недавно, блин, купил айфон. Вы будете покупать новый айфон? Вот из этих вот новых будете покупать что-то новое? Вот прямо сейчас. В общем, с вами была Таня Старикова с устаревшим теперь десятым айфоном и всегда остающейся на передовой мировых новостей онлайн школа английского языка Skyeng. Goodbye! See ya! Субтитры сделал DimaTorzok